10-11 октября в Баку проходит Summit in Merge, организованный Паша Холдинг. На эти два дня столица Азербайджана станет местом встречи лидеров ведущих технологических компаний, стартапов, а также инвесторов, готовых к сотрудничеству в рамках инновационной экосистемы саммита. Среди спикеров мероприятия – соучредитель платформы YouTube, вице-президент компании Amazon, профессора ведущих университетов мира и другие специалисты мирового уровня. На церемонии открытия саммита, который проходит уже четвёртый год, выступил министр экономики Азербайджанской республики Микаил Джабаров. В своей речи министр затронул тему инноваций в приоритетных для Азербайджана отраслях. «Энергетика всегда являлась одной из важнейших отраслей экономики страны. Но прямо сейчас в этой сфере происходит переход от традиционных источников топлива к возобновляемым. Наряду с экспортом нефти и газа Азербайджан уже приступил к реализации проектов в области экспорта зелёной электроэнергии. В этой сфере мы сотрудничаем с рядом стран региона. В настоящее время ведутся работы по реализации инвестиционных проектов мощностью 7 гигаватт». Также выступили министр цифрового развития и транспорта Азербайджанской республики Рошад Набиев, генеральный директор Паша Холдинг Джалал Гасымов и генеральный директор Trendyol Group RDM Inan. Первый день среди выступающих был и соучредитель всемирно известных сервисов YouTube и PayPal Стив Чен. Отвечая на вопрос Баку-Тавэру, господин Чен поделился своей точкой зрения на тему беспристрастной работы онлайн-платформ. «Я думаю, что существующие платформы, особенно предназначенные для пользовательского контента, будь что текстовый контент в Twitter, видео на YouTube, фотографии в Instagram или на Facebook, в большинстве своем довольно нейтрально. Насколько это возможно? В политическом плане, я думаю, они стараются не придерживаться каких-либо конкретных сторон и идеологий, даже если это отличается от того, во что верят владельцы. Я согласен с таким подходом. Думаю, это важно, чтобы сам продукт оставался нейтральным». Организаторы и партнеры мероприятия убеждены, что стимулирование инноваций важно не только для бизнеса, но и для процветания стран региона. Миссия Inverse способствует продвижению новаторских концепций, предоставляя платформу для обмена опытом и получения обратной связи от мировых экспертов. Именно в стенах Inverse заключаются знакомства и контракты, способствующие превращению стартапов в лидеров своих отраслей. Будучи уникальным событием, Summit Inverse объединяет инвесторов и представителей стартапов из более чем 25 стран – Кавказа, Центральной Азии, Восточной Европы, Ближнего Востока и Северной Африки. Среди них также участники из соседних стран, таких как Турция и Россия. Брендсайт – это платформа цифрового маркетинга для брендов с множеством локаций и представительств. Мы впервые участвуем в Inverse с этим стартапом, и нам здесь очень нравится. В первую очередь то, что место проведения – Азербайджан, братская страна. Но кроме этого, Summit позволяет наладить связи с инвесторами и стартапами. Это очень полезно для нас. Я основатель компании PowerOn.yai. Мы создаем сервис для исследования рынка. Это конкурентное исследование рынка, то есть информация собирается из интернета, агрегируется из самых разных источников. Все это анализируется при помощи искусственного интеллекта, собирается в единый отчет и в таком виде на регулярной основе выдается нашим клиентам. Клиенты очень заинтересованы, потому что на конкурентный анализ тратится довольно много времени, то есть целые аналитические отделы работают для того, чтобы регулярно мониторить конкурентов. Я впечатлена мероприятием. На самом деле очень высокий уровень организации. Потрясающе классные спикеры приехали. Мы уже познакомились с несколькими представителями министерств Центральной Азии. Мы поговорили с несколькими инвестиционными фондами. Здесь мы заинтересованы в поиске инвесторов, партнеров, конечно же, клиентов и в целом расширении нетворка. В рамках саммита был подписан меморандум об основании инвестиционного фонда, ориентированного на работу со стартапами InMerch. Число учредителей фонда входит Pasha Innovations, агентство инноваций и цифрового развития, азербайджанская инвестиционная компания, а также Trendyol Group. Саммит продолжит свою работу 11 октября. Программа второго дня включает в себя многочисленные панельные сессии с обсуждением актуальных тем в области технологии бизнеса, а также выступления соучредителя компании Starbucks Зева Сигла, вице-президента компании Amazon Вернера Фогельса и основателя сервиса Waze Ури Левина.